Тоби Фокс Гениальный композитор и разработчик игр, создатель Undertale и серии игр Deltarune. Роберт Фокс родился 11 октября 1991 года в городе Манчестер, штат Нью-Гэмпшир, в семье среднего достатка. Скорее всего, как и многие из вас, Фокс очень любил видеоигры и мог играть в них часами. Например, одна из его самых любимых игр была Earthbound. Начало карьеры Тоби Фокса можно считать фан-сайт игры Earthbound. На этом форуме Тоби Фокс еще под никнеймом Radiation руководил веб-сайтом PkHack до 2011 года. Впервые о нем услышали, когда Тоби выпустил печально известный Earthbound Halloween Hack или же Press the B-button, ступидно. Все странные названия, которые я сейчас произнес, это RomHack Earthbound. RomHacking — это процесс модификации Rom-образа игрового картриджа от игры с целью изменения игровой графики, текста, уровней и других составляющих. Геймплей, по сути, оставался прежним, как и в оригинальной Earthbound. Тексты БВА-системы не изменились, но этот взлом намного сложнее оригинала, так как у членов партии намного меньше здоровья, а враги стали сильнее. Сам хак был создан с помощью редактора Rom-ов PkHack Earthbound, который очень сложен в работе и изучении. Тоби пришлось быть очень осторожным в разработке, чтобы не повредить ПЗУ. Он подробно рассказывает об этом на своем бывшем веб-сайте. Кстати, именно в этом Rom-хаке Тоби Фокс написал самый мемный и известный саундтрек мегалавания, который использовался во многих проектах Тоби. Субтитры сделал DimaTorzok В конце концов, этот Rom-хак был вынесен на хэллоуинский фан-фест Starman.net2008. Вот о чем писал Тоби Фокс в то время. Хорошо, наконец-то я закончил после долгого пути, более 140 часов. Я часами сижу за компьютером каждый день, с 9 до 12. Да, несколько дней я не делал ничего, но несколько дней я работал до 12 после школы. Я закончил свой хак. Тоби Фокс 1 ноября 2008 года. Starman.net В 2009-м, учась в старшей школе, он начал сочинять музыку для веб-комикса Эндрю Хасси «Хоместак». «Хоместак» — это сказка о мальчике и его друзьях и игре, в которой они играют вместе. Впоследствии Тоби Фокс написал музыку для видеоигры Hive's Web 2017 года. Также музыку для игры художницы Undertale Тэмми Чанг «Escape Chasm». И для ролевой игры Little Town Hero от Game Freak 2019 года. Последняя из которых была аранжирована композитором покемон Хитоми Сато. Он также написал трек для покемон Сворд и Шилд. И вокальную песню для альбома Прэй и Токиханы. Интересные факты. Тоби Фокс стесняется своего хэллоуинского хака Earthbound и называет его плохим ром-хаком. Фанатские теории — это весело, но я чувствую себе неловко, когда кто-то обращает внимание на то, что я делал, когда мне было 16. 9 февраля 2016 года. Тоби Фокс. Тоби Фокс и Тэмми Чанг анимировали рекламный ролик для Кенни Омеги, когда он отправлялся драться в Японию. В рекламном ролике задействована музыка и стилистика геймплея из Undertale. В честь Дня Смеха 1 апреля 2023 года Тоби Фокс случайно отправил фотографию себя, покрытого большим количеством пены, некоторым подписчикам рассылки новостей Undertale и Deltarune. Тоби Фокс на это ответил следующее. Из-за сбоя в нашей системе рассылки, похоже, что около тысячи из вас были ошибочно подписаны на уровень пенный душ. Пострадавшим подписчикам была отправлена фотография Тоби Фокса в плавках, покрытого большим количеством пены. Приносим свои извинения снова. Похоже, что те, кто находились на уровне пенного душа, продолжали непреднамеренно получать различные изображения. Undertale В 2012 году Тоби хотел сделать собственную РПГ-игру с не таким концептом, как в других играх. Тоби черпал вдохновение из игры Shin Megami Tensai. В этой игре игрок мог поговорить с врагом, чтобы узнать его получше перед битвой. Параллельно с этим он начал разрабатывать иной боевой опыт, который позволял игрокам побеждать врагов другими способами. Тоби пытался сделать ту боевку, которая бы лично нравилась ему, и чтобы она была привлекательная, примерно как в Super Mario RPG. Также Тоби решил, что у действий будут последствия, так что, например, если игрок захочет сразиться с врагом, то ему придется столкнуться с необратимыми последствиями. В целом, у Тоби были интересные и индивидуальные идеи насчет его игры. 2 мая 2013 года он прислал демо-версию Undertale сайту FanGamer. Игра была очень тепло принята и встречена позитивными отзывами, так что уже 23 мая демо-версия была доступна всем к скачиванию. Undertale был профинансирован через сервис Kickstarter с целью 5000 долларов, а в итоге собрал 51 124 доллара, а количество людей, которые пожертвовали игре, составляло 2398 человек. Тоби отвечал за все аспекты в игре, кроме некоторых дизайнов, над ними работала Тэмми Чан. Он не хотел полагаться на других и старался все делать сам. На разработку Undertale ушло 3 года, и вместо того, чтобы по первоначальной задумке игра проходила за 2 часа, эта цифра увеличилась почти втрое. В Undertale можно поговорить с любым NPC или врагом. Тоби обосновал это тем, что он хочет дать монстру личность, а не так, чтобы ты просто подошел и начался файтинг. Видно, что Тоби как будто жил этим проектом и хотел наделить игру душой. Сюжет в игре до более простой и до более интересный. Сюжет рассказывает о том, что когда-то давно землей правили две расы – люди и монстры. Но однажды между ними вспыхнула война, победу в которой одержали люди. 7 величайших человеческих магов заперли монстров под землей с помощью мощного заклятия барьера. Единственным выходом в подземелье является небольшое отверстие в горе Эббот. Действия игрока довольно сильно влияют на сюжет, именно поэтому в игре есть три основных концовки. Нейтрал – один из трех основных путей прохождения в Undertale. Специально рассчитанный на то, чтобы именно на него игроки прошли игру впервые. Также самый легкий путь прохождения. Путь пацифиста, или же истинный пацифист, можно достигнуть при условии, если игрок щадит абсолютно всех врагов. Геноцид – может быть достигнут в случае, если игрок начнет всех убивать, и последствия прохождения этого пути невозможно отменить, всякими внутриигровыми методами. У всех путей разные концовки и разные эмоции, так что лично меня концовка пацифиста заставила пролить слезинку. В Undertale очень хорошо раскрыты персонажи, настолько, что в процессе игры игрок чувствует каждого персонажа, погружаясь в игру с головой. Undertale выполнен в ретро-стиле. Это обосновано тем, что Тоби хотел дать даню уважения старым РПГ-играм. Кстати, интересный факт. Помните комикс Хоумстаг? Так вот, Тоби сказал, что первое время делал Undertale в подвале создателя комиксов. Можно еще очень долго говорить про Undertale. Какая-то гениальная игра с продуманным концептом и тому подобное. Но, думаю, на этом я остановлюсь и просто скажу, что Undertale был выпущен 15 сентября 2015 года для Microsoft Windows и Mac OS X. 17 июля 2016 года для Linux, 15 августа 2017 года для PlayStation 4 и PlayStation Vita. 18 сентября 2018 года для Nintendo Switch и 16 марта 2021 года для Xbox One и Xbox Series X. Саундтреки. Думаю, глупо отрицать, что Тоби Фокс прекрасный композитор, который творит нереальные вещи. В октябре 2015 года в интервью журналу Game Informer Тоби Фокс! Спасибо, что присоединяйся, чувак! Нет проблем! Тоби обсудил некоторые аспекты музыки в игре. Он сказал, что ответственен за всю музыку в Undertale. Также Тоби признался, что он музыкант-самоучка, и не скрывал тот факт, что он не продумывал саундтреки, а просто писал, что приходило в голову. Тоби садился за пианино и пытался импровизировать, подстраиваясь под местность или ситуацию. Затем переносил идею в DAF и создавал вокруг нее саундтрек. Писал же Тоби в FL Studio, пользуясь всякими VST-плагинами. Вдохновление Тоби брал у игры Super Nintendo и у того же Comics Homestuck. В игре очень много атмосферных штук в плане звуков. Например, саундтрек Choice на деле является другим замедленным треком. Возможно, вы уже знаете, саундтрек The Choice на самом деле является другим саундтреком. Это совсем другой трек из Undertale, но только замедленный. Почувствуй мир саунддизайна. А когда дело доходило до звуков, Тоби приблигал к различным идеям. Maybe it's the way you're dressed. Maybe it's meh 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 meh. Oh yeah? Tell me all about it. Oh yeah? Tell me all about it. Oh yeah? Woohoo! Woohoo! Все это на самом деле не просто так, а действительно показывает, насколько игру можно сделать страшной и интересной. Что ж, вернемся в наше время. 2022 год. Работая над Дельтороном, Тоби поделился, что теперь с небольшой командной работает над третьей, четвертой и пятой главой одновременно. Из-за того, что к ним присоединилось еще пару человек, это ускорит работу. Тоби выделяет то, что паттерны, атак, катсцены и глупые шутки превзошли все его ожидания. Также в будущих главах есть некоторые аспекты, которые потребовали немалых усилий для их разработки. Но вскоре все пойдет как по маслу. Еще Тоби страдает хронической болью в запястьях и кистях рук, что регулярно мешает ему программировать и сочинять. Он подумывает о физиотерапии или хирургическом вмешательстве. Какой же мы можем сделать вывод? Тоби довольно интересный персонаж, который из простой 2D RPG игры сможет сделать искусство с глубоким смыслом. Что ж, всем спасибо за просмотр. Опять же надеюсь, что данным контентом вас не отпугнул, а наоборот заинтересовал. Всем спасибо и пока. Субтитры сделал DimaTorzok